Я снова с вами. Это традиционный эфир, который называется «Сила безусловной любви», где я даю консультации по поводу семейных взаимоотношений или проблем в личной жизни. Сейчас я подожду, когда все присоединитесь. Я выберу первого героя либо героиню и начну помогать. И когда я консультирую человека, все те, кто просматривает этот эфир, также получают свой позитивный, исселяющий эффект. И за счет этого количества любви, радости, счастья и здоровья в нашей земле, на нашей планете становится больше. В этом суть моих прямых эфиров. Помогая кому-то одному, я помогаю целому огромному количеству людей. Так, сейчас я посмотрю. Так, Сердякова Мария, давайте я вас посмотрю, если вы у меня в списке. Если вы у меня в списке. Есть. Вы четырнадцатая. Нам нас ждете, это хорошо. Сейчас это до вас в эфир. Вы будете первой. Так, это, видимо, еще, наверное, с декабря вы ждете, скорее всего. Сейчас узнаем. Ждем подключения. Здрасте, Мария. Здравствуйте. Как меня слышно, видно вам? Вас хорошо, а меня? Да, тоже хорошо. Просто немножко как экран. Давно ждете? Честно говоря, что-то я не помню уже. Не помню. Ну, вот, судя по номеру, если вы четырнадцатые в списке, то это вы одна из первых. А я в декабре, я помню, а в ноябре даже запустил. А может, еще раньше. Ну, короче, давно. Слушай внимательно, Мария. Ну, да, у меня вот вопрос по личной жизни. То есть... Можно только телефон чуть пониже, а то я вот вижу ваши брови только. Так, вот так вот. И еще. Вот, вот. Так, правильно, да. Вот теперь хорошо видно. Так, что касается личной жизни, ну вот последние события... Ну, вот у меня отношения, получается, полтора года происходят. Но там происходит такое, что получается, что я как бы живу своей жизнью, а мой мужчина живет своей жизнью. То есть у нас, так сказать, гостевой брак по выходу. Ну, мы встречаемся там раз в неделю или два раза в неделю. Да. Где встречается? На чьей территории? Ну, либо я у него, либо он у меня. А, то есть по очереди. Да. А в течение недели созваниваются? Вообще, ну, вообще вот в течение вот этих вот полутора лет было так, что такие отношения, что неделю более-менее, то есть мы нормально взаимодействуем, общаемся, там, встречаемся и поругаемся, поссоримся, и потом три недели вообще не общаемся. Так. И в основном всегда я выходила первая на контакт и, ну, как бы решала. Так. Вот. И вот практически сейчас то же самое продолжается. То есть отношения на дистанции, неделю более-менее, и потом опять вот две-три недели мы не общаемся. Так, сейчас общайтесь? Вот на этом этапе. Ну, вот да, вот на выходных в пятницу мы встретились, два дня все было нормально, а потом утром я раньше проснулась, вот, а он еще спал. Я решила посмотреть фильм, ну, я поставила наушники и еще кушала сушки, а они хрустят. И, видимо, вот этот звук хруста, его, ну, как бы он вообще такой раздражительный. И его это стало раздражать. Вот он там кинул в меня подушку, сказал, что почему ты так себя ведешь, ты не уважаешь меня, я сплю, мне это мешает. Хорошо, я перестала есть сушки, смотрела в наушниках фильм, но в итоге потом в дальнейшем вот этот звук от наушников тоже, видимо, слышно было. Его это тоже стало раздражать. Он говорит, Маша, ты глухая, что ли? Да. Вот, потом в итоге дальше на диване лежали ключи от квартиры. Я вытянула ноги и задела эти ключи. Да. Получился звон. И в итоге вот он уже встал и просто вот взял эти ключи и мне вот, ну, к лесу подносит. И, ну, там, в общем, там обматерил меня. Вот, конечно, я там, ну, расстроилась и собралась и ушла домой. Да. Вот. И вообще, я уже, кстати, знакома с вами год, уже вот в апреле год. И просто проанализировала и я следила, что у моих родителей вообще вот прям один в один такие же вот взаимоотношения. и вообще всегда анализирую себя. И вот увидела, что, ну, вообще задавала себе вопросы, почему, как бы, моя психика выбирает именно такого типа мужчин, потому что предыдущие тоже, ну, там, контакты, да, взаимодействия с мужчинами отношения, они, в принципе, были, ну, такого же, как бы, характера. Это дистанция. Это всегда на дистанции. Вот. И потом я еще вспомнила тоже такой момент из детства, когда между родителями происходили вот эти вот конфликты. Они начинали ругаться. Плюсом еще, ну, папа достаточно такой, ну, как сказать, жестокий человек. Он, он не, там, не пьяница, не наркоман, вот, даже не курит. У меня родители не пьют, не курят. Вот. Но он жестокий человек. И в детстве мы с братом, когда еще даже в школе не учились, решили покататься на автобусах и с соседской девочкой. И, в общем, в автобусе нас увидел ее отец, привел домой. Вот. И в итоге вот за это, за такую вольность нас просто избили ремнем. Ну, с братом. У меня с братом. Да. Вот. Конечно, для меня это было, ну, очень жестоко. Я помню себя. Ну, когда, это не только этот случай был. Были еще, ну, там, несколько, да, случаев. Смотри, телефон чуть-чуть пониже. Это у нас опять не видно. Вот так вот? Так вот, да, вот так хорошо, да? Угу. И я помню, что я забивалась под стол или там в шкаф, закрывалась, плакала и решила для себя, что я никуда не выйду замуж. То есть для меня быть, ну, означает, что как бы семейная жизнь, вообще жить в семье, это, ну, как бы это страшно, это больно. Да. Вот. И я вот, скорее всего, понимаю, что почему я выбираю именно такие отношения, да? Ну, по сути, они на самом деле нездоровые. Для того, чтобы, видимо, как бы, ну, оберегать себя от этого, не травмироваться дальше слишком, ну, постоянно. Это, ну, я живу по тому сценарию, который я написала себе сама, выбрав когда-то для себя, потому что человек может любой себя запрограммировать, приняв какое-то эмоциональное решение. Если я приняла решение не выходить замуж, поскольку в замужестве сюр полный, да, не учитывая того, что я обязательно столкнусь со своим решением, я обязательно столкнусь с той правдой, в которой я росла, и с той стратегией, которую я из родительской семьи вынесла, оно все и вот так и продолжается. И чего вам хочется, Мария, в связи с этим? Ну, вот еще был, еще был один момент, я, это, перед Новым годом была на тренинге, вот, и там, значит, ну, я не скажу, что прям точно такая же техника, как у вас была, но что-то наподобие. И, в общем, как бы, ну, человек, который со мной работал, он сказал, что ощущается, чувствуется, вот, такое, как бы, состояние у тебя, как у рабыни. То есть, вот, примерно тема была точно такая же, как вот сейчас выстрелим этот мир вместе, вы с девушкой первой работали. Вот. Вот. И что это, вот этот конфликт, он идет тоже там от далекого предка, от мужчины. Так, я понял. Так, и что вы хотите из этого? Мария, ответьте, цель какая ваша? Вот. Моя цель, в общем, разобрать, ну, вообще понять, какие во мне конфликты, да, или это родовые, или это лично мой конфликт, его трансформировать, ну, чтобы, как бы, освободиться от этого и чувствовать себя свободной, там, легкой и, ну, жить счастливо. У меня, вот, давайте попротестим, вот, мой молодой человек, раздражительный, я небрежно, случайно, там, задевая ключи, которые гремят, а он, типа, лежит и хочет отдыхать, его это раздражает, он начинает, так сказать, агрессировать в мою сторону. Как я это чувствую? Ну, вообще, сразу накатываются слезы и, ну, как бы, перекрывается вот здесь вот, то есть, я не могу говорить, ну, вот здесь вот, в горле. Ну, горло вашего не видно, видно только вот часть, часть подбородка. Просто я себя не вижу на экране и не могу точно. Вот так вот сейчас видно? Ну, с трудом. Еще ниже опустите, пожалуйста, экран. Ну, камеру просто поверните. Вот, отлично, да. Где именно? Где именно? Вот здесь. Окей. Папа меня наказал с братом за то, что мы катались на автобусе. Как я это чувствую? Ну, вот, как бы, вот, как будто вот в животе сердце бьется. Ну, вот такое ощущение. А здесь? Здесь нет ощущения, когда я принимаю решение о том, чтобы не выходить замуж больше? Нету. Никогда. Нету здесь. Выживайте в другом месте, правильно? А? Еще раз. Смотри, это подвисатель. Когда вас наказал отец, вот эта история, которую вы рассказывали, и вы после этого приняли для себя решение, что я замуж никогда не был. Как это чувствуется? Вот эта ситуация. Наказание и решение. Ну, вот, наверное, вот все-таки внизу, внизу, вот где... Желудок, вот, как будто сердце бьет. Возьмите два этих ощущения сразу. Вот здесь горли и внизу, где вы ощущаете, да, одновременно. Скажите себе, мне один год. В этом воздухе есть это ощущение в вашем теле? И то, и другое. Присутствует. Мне один год. Мне один год. Да. Что есть? Горли и внизу? Одновременно? Одновременно. Одновременно. И не один день я обзаводил свою маму, как ощущение. Одновременно. Да. Есть. Есть. Чувство. Мамины или папины? Мамины. Как маму зовут? Люда. Сколько было лет, когда вы родились? 21 или 21? 21. Я Люда, мне 21. Как ощущения? Ну вот здесь вот не до этого ощущения, а вот где вот область желудка, то да, там есть это ощущение. Я люблю мне действовать. Да, также вот в районе желудка. Я Люда, мне один год. Есть. Маша, у вас есть это ощущение. Маша, я попрошу еще встать где-нибудь поближе, где вы стояли раньше, в начале, потому что у вас сигнал подвисает. И так тяжело с вами работать, потому что вы периодически висите. Так, чтобы зона сигнала у вас была хорошая. Итак, скажите себе, я мама Люда, мне один день я в животе у своей мамы. Как ощущения? Ну, сейчас вот получше стало. Не пропало это ощущение? Ну, может быть, осталось где-то процентов 5. 5. Я Люда, мне один месяц снова. Как ощущения? Появилось. Появилось. В связи с чем это ощущение у вашей мамы появилось? Какой-то страх. Какой? Что за страх? Какой? Что за страх? Что приходит в голову? Что там было с мамой с вашей мамой? Что вы чувствуете в этот момент? У меня прям руки мокрые стали. Это понятно. Что за ощущение? Какая мысль идет в голову в этот момент? Вот бабушка узнала, что она беременна вашей мамой. Вот и включилось что-то. Что там происходило? Какие чувства возникли у бабушки? Кстати, из чего мама стала это ощущать в своем теле? Испуг. Что? Испуг. За что? За что? Испуг-то? Есть чувство, что ощущение несвоевременной беременности присутствует? Есть такое чувство, да. И что не в радость, как говорится, беременность привез. А ребенок, так сказать, вызывал напряжение. В смысле вообще от него избавиться? Я бы, конечно, на вашем месте с мамой поговорил своей, как ее родители сделали, да, и кто что испытывал в этот момент. Давайте сейчас это переключим, а потом вы уже эту работу самостоятельно проведете. Итак, я мама Люда, мне один день я в животе у своей мамы. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит. Дорогая Люда, в твоей жизни получится так, что когда твоя мама узнает, что она тобой беременна в один месяц, она этому не обрадуется. Она будет воспринимать тебя, как не очень своевременная. То есть она не будет рада твоему появлению на свет. И факт беременности и осознавания ее слишком сильно испугает. Но это все к любви, к радости и к счастью. Это к тому, что ты себя чувствовал всегда счастливой, уверенной в себе, самодостаточной женщиной, которая живет на уровне, безусловно, любви, и которая легко и просто формирует гармоничные и счастливые семейные взаимоотношения, ощущая себя в этот момент абсолютно счастливой, самодостаточной, уверенной в себе женщиной. Как состояние? Я Люда, мне месяц. Что происходит? Приятно, тепло, хорошо. Так, теперь возвращаемся в ваше настоящее. Ну, вернее, в ваш опыт уже. Ваш отец наказал вас братом за то, что вы ездили на автобусе. Как вы это чувствуете? Ну, вот сейчас как пройденный этап. Как пройденный этап. Я случайно задел их ключи, которые упали на пол, и мой молодой человек проснулся. Как я это чувствую? Просто упали ключи. Бывает. Ну, бывает. Какие сейчас чувства относительно своей истории, в которой вы проживаете? Счастливая книга. Это мы хорошей истории. Совсем нежи. При лайме я пока Bibamarка? Так вот. Пожалуйста. Поняс если я Как самочувствовать? Сейчас или вообще? Сейчас, конечно. Хоть у вас отношений прямо сейчас малого человека с вами нет, но все равно же они же есть. Как-то, не знаю, нормально занимаюсь этим планированием. Окей, хорошо. Давайте на этом достаточно. Понаблюдайте за собой и потом сделайте для себя выводы, потому что когда вот этот груз прошлого наследования, что меня не ждали на этом свете, плюс с остальными, со всеми историями, он, конечно, грузит, и человек будет самостоятельно тяжело выбраться. Потому что многие ко мне приходят пациенты, которые уже психоанализ и психотерапию прошли, у кого-то все равно проблема остается. И когда ты начинаешь раскрывать правданное чувство, эмоции, которые были у предков, а может быть, их даже несколько поколений страдали, у людей тут же выходит этот конфликт наружу, и они перестают испытывать те ощущения депрессивного характера или какие-то сложности, или тело начинает запускаться в сторону здоровья, которые не могли решиться традиционным путем. Поэтому, почитая предков, осознавая их конфликты, мы разрешаем очень большую титаническую, время титаническую работу делаем, и одновременно, действительно, свою психику стабилизируем и стреляем в свое тело. Поэтому, пожелаю вам удачи, а мы идем дальше. Хорошо. Ну, вообще... Так. Давайте пару вопросов сейчас отвечу. Здравствуйте, здравствуйте. А можно ли самим такие практики с собой проводить? Можно? Попробуйте. Если ресурс есть, и вы чувствуете, что у вас есть умение концентрировать свои ощущения, это путем практики, медитации и умения управлять своим восприятием делается, тогда у вас все будет получаться. Так, давайте следующего героя. Вот есть словарь, я уже проверил. Слава, видимо, да? Мужчина, скорее всего. Может быть, нет. 173-я, давайте я вас возьму. Вот. Очень большая просьба, чтобы был хороший интернет. Станьте так, чтобы вас было хорошо видно и слышно. Так. Даша. Даша. Слава какой-то у вас просто такой нет. Это странички. Чья страничка это? Мужа, мужа. А, мужа. Понятно. Слава, он же Даша, я понял. Слушай внимательно. Ой, такое прям волнение. Ну, в общем, отношения с мужем... Сейчас, подождите, соберусь. Смысл в том, что вышла я как бы замуж не особо по любви. Вот. И сейчас уже в семейной жизни живем два года. Вот. Родился ребенок как четыре месяца назад. И я понимаю, что, ну, как бы и до свадьбы меня это, ну, как бы волновало. Особенно сейчас, когда все посты, там, живите сердцем, выходите по любви и все такое. Как бы я это все говорила ему, что, ну, вот я не люблю, но он как-то, ну, его отношение было ко мне, в общем, самое лучшее из всех, которые, ну, там, я встречалась, все такое. Вот. Вот. И, ну, сейчас вот это вот все накручивание, что, ну, вот я не люблю, возможно, я ему отравляю жизнь, может, я занимаю еще это место для него. Может быть, я бы тоже была с кем-то другим счастливым. Мне это все настолько, это мысли, мысли крутко, ну, как бы истощает, истощает очень сильно, вот. И, ну, вот хотелось бы как-то себе помочь, чтобы в семье все было хорошо или надо как бы послушаться этих мыслей, я не знаю. Да, сколько вам лет? Двадцать пять. Двадцать пять лет. Замужем, получается, вы два года, да? Ну, восемь, да. Полтора, полтора больше. Полтора. Так, полтора года, четыре месяца малышке. Вот эти ощущения, они сразу были или они после рождения ребенка усилились? Они были сразу, но такая ситуация, что до этого у меня были отношения, были единственные отношения, где я была влюблена. Да. Мне кажется, я вообще, ну, никогда никому не испытывала чувств там привязанности, влюбленности, но это касается родителей и каких-то как-то друзей тоже, ну, никогда не было у меня такого. И вот я была влюблена, все у нас как бы хорошо, но вот, кстати, и с ним тоже у меня были то люблю, то не люблю, уходи, не уходи. И, в общем, я договорилась, в один момент я, ну, там, ну, было много всякой ситуации, почему да как, но, в общем, в какой-то момент я сказала с такой сильной энергией, что я, неужели ты не понимаешь, я тебя не люблю, ну, то есть. И все. Ну, потом там еще, короче, я продолжила, я помню картинку, я закрываю глаза и такие разрываются золотистые ниточки. Ну, и все, я понимаю, что все, конец. Хотя мой дочек тоже не очень сильно, ну, как я думаю, очень меня любил тоже, то есть, ну, были у нас отношения хорошие, было весело, было интересно, было здорово. И я, ну, после этого, ну, все, я там начал, извини, пожалуйста, все, нет. То есть, вот-вот, он недавно, как бы, я хочу быть только с тобой, и как бы все, конец. И я, ну, настолько я загрузилась этим. В общем, депрессия была страшная. Университет я, короче, оставила, лежала дома, начала курить, делала одноточку. Короче, загналась я очень-очень сильно. Носила я все эти мысли, типа, как могло бы быть, если бы я поступила так, всякое и тому подобное. А, вот, кстати, хотела сказать, что вот с этим парнем, ну, первым, у меня не было знаний по сравнению отношений, но были вот чувства. Ну, короче, как умела, так и действовала. Когда выходила замуж, уже вот за этот период начиталась много психологии, как там с мужчиной разговаривать, уважение, вот это все. Ну, и думала, что, наверное, с моим правильным поведением. Плюс муж тоже меня, ну, прям очень сильно любит. И вообще был, когда у меня депрессия была, он был со мной, то есть, вот, ну, как бы все у нас получится. Но нет, вот эти вот мысли, вот эти вот чувства, что это все у меня, они настолько искренне, как мне бы хотелось, они меня, короче, отравляют. Отдалевают. Первый роман с какого, по какого год вашей жизни влился? Боже мой, с семнадцати. Короче, это был двенадцатый год, ну, вот весь. В тринадцатом году мы расстались, вот, там, январь месяц. Один год? Да. И я страдала очень сильно, можно еще, ну, быстро так. В общем, носила я все эти мысли, а как могла бы быть, а вот если бы, а еще когда начала читать психологию, вообще, мне казалось, что я самая великая грешница в этом мире, то есть, почему-то у меня вот так. Хотя, когда мы встречались, мне казалось, боже мой, даже если его не будет, я даже, ну, как-то себя так вела, типа, ну, ну, типа, не люблю, уходи, трата. Это, в общем, и потом, вот, я так носила, носила, носила эти мысли, и в какой-то момент меня осенило, что все, что я говорю, ну, что я чувствую, я, как бы, не выражаю, а, как бы, ну, строю себя, то есть, ну, ничего такого нету. И я ему написала, ну, типа, как ей, что я каждый день, там, о тебе помню, каждый день залажен твоей страницей и все такое. И у меня произошло такое освобождение от этого, что, в общем, все это вылилось в какой-то психоз, в плане того, что, ну, острый, не знаю, в общем, в больнице вот этой неврологической, психо-неврологической, вот, ну, психопрической, да. Психоз выражался тем, что у меня, на меня как-то, вот, психоз выражался тем, что мне казалось, что я люблю всех, то есть, вообще, какая-то такая, безусловная любовь, мне уже казалось, что я просто достигла уровня Бог, вот. Вот, ну, потом я вышла, и, знаете, все равно мысли остались, и я начала их переносить, ну, вот, уже потом мне, вот, мой муж появился, ну, как бы, со мной был на мужа, и какие-то сравнения дурацкие уже даже сейчас. Ну, вот, за это время проходило это хилинг и, там, практики с подсознанием, ну, в целом, мне как-то помогло, мне хотя бы уже не так сильно хочется, там, убежать из этих отношений, ну, типа, там, развод и все такое. Но все равно, опять же, что это какая-то не супер искренность, меня это, ну, вообще, задевает. Качение. Качение. Туда-сюда. И они были и первый раз, и потом они возникли, и так далее. И сейчас мы стали поспокойнее, но вот это ощущение того, что живу, но не люблю так, как бы надо любить. Именно, да. Я, как бы, воспринимаю это ощущение как вранье, и от этого идет моя нестабильность, оно остается. Давайте с этим симптомом поработаем. Итак, и так, у меня нет ощущения, вот, какого-то ощущения того, что я люблю своего мужа. Как я это ощущаю? Ну, я уже давно себя оставила на этом чувстве. У меня такое, как вот, 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 как закрытое такое состояние, и если я вижу какую-то взаимную любовь, или еще что-нибудь, так я как покалывание, или мы там говорим с подружками, ну, вот это ощущение. Да. Окей. Поймайте это ощущение, Даша, в своем внимании. Мы пойдем в прошлое, посмотрим, когда это чувство образовалось и в какой ситуации. Итак, скажите себе, мне 20 лет. Есть это ощущение в вашем теле? Ой, плюс волнение, плюс сейчас. Мне кажется, да. Мне 10 лет. Да. Мне 5 лет. Мне кажется, слабее. У меня один год. Знаешь, вместе с токсином бьется сердце, что я... Да. Мне кажется, я вообще потеряла эти ощущения. Еще раз вернемся. Я не люблю своего мужа. Как я это чувствую? Да. 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 Есть. Так, мне 20 лет. Как будто нету. Пропало? Как будто бы да. Возвращаемся снова в настоящее. Я живу с мужчиной, который отец нашего совместного ребенка. И я не чувствую любви к нему. Как я это ощущаю? Я... Я... Я как-то потеряла все... ... это ощущение. Мне надо с этим, как можно золото? Слава, да? Да, Слава. Я Слава буду жить всю свою жизнь. Как я это ощущаю? Ну, в данный момент я это ощущаю, ну, как бы, хорошо. Ну, типа, да, хорошо, но, а где, ну, типа, а самосе вопроса, где же чувства? Как я это чувствую? Отсутствие чувства. Ну, уже такое, ну, очень тонко, она сама вот это вот присутствует, такие покалывания в области груди. Так, сконцентрируйтесь на них. Мне 10 лет, есть это ощущение? Да, есть. У меня один год. Да, есть. Чьи это чувства? Мамина или папина? Мамина. Мама как зовут? Елена. Сколько было лет, когда она вас родила? 21. Я Лена, мне 21 к общению. У меня есть это чувства. Я Лена, мне 15. Есть или нет? Угу. Я Лену, мне 5 лет. Мне кажется, есть. Я Лену, мне 1 год. Думаю, что нет. Я Лену, мне 3 года. Думаю, что нету. Я Лену, мне 4 года. Я Лену, мне 4 года. Что я чувствую? Я Лену, мне 5 лет. Что я ощущаю? Есть это ощущение? Кстати, она настолько тонкая, что я вот... Тонкая. Не знаю, вы чувствуете или нет, но... Из этого волнения, как будто оно у меня перебивается. Ну да, вроде есть. Мне Лена, я... Прячься. Что такого у вашей мамы Лены произошло? В 5 лет, в результате чего вот это ощущение появилось в ее теле? Я Лену, мне 5, и вот это я чувствую. Что происходит в моей жизни? Так, ну, во-первых, мне сейчас начало очень сильно колотить. Понятно, что сильно начало колотить. Что происходит? Я Лену, мне 5. Что происходит? Что я вижу? Не знаю, ничего не вижу, но то, что пришло из знаний, как бы... Дедушка был очень достаточно буйным таким. Он... То есть, бабушка рассказывала, мог напиться и очень сильно кричал. То есть, ну, дети, естественно, боялись. Что он делал при этом, помимо того, что он кричал? Ой, меня очень сильно трясет. Так, я знаю, что все. Давайте распакуем эту боль. Что там происходило? Ну, вот сейчас вот пришло, что, типа, я вас убью. Ну, а когда он убивал, то, опять же, насколько я знаю, он... Очень сильно, ну, то есть, кричал, и... Ну, бабушку не бил, никого не бил. Ну, вот именно мог там ляскать по столу, то есть, матами кричать. Ну, то есть, вот как-то так вот. Очень агрессивно себя вел, но не по отношению к кому-то, а вот сам по себе. То есть, какая у него будет следующая реакция, непонятно. Ну, то есть, смотрите, вот ту реакцию, которую вы выдали во время выхода во взрослый мир, называя вечно своими именами, когда вы вдруг влюбились, и вот эти смешанные чувства появились. То есть, с одной стороны, я хочу чувствовать, быть взрослой, иметь любовь, то, что называется, и пора бы уже, да, 17 лет. А с другой стороны, я одновременно этого боюсь, потому что это связано с каким-то диким переживанием в моей жизни. И у вас появилось чувство нестабильности очень сильное, которое потом вас довело до психиатрической больницы. После этого вы успокаиваетесь, выходите замуж, и вдруг понимаете, что вы не в своей тарелке находитесь. Понимаете, да? Из-за этого всегда какая-то мощная психотравнирующая ситуация. Это, как правило, у предков. И вот это, ну, наверное, и за Ананеза ясно, да, то есть вам, наверное, как мать о своем деле рассказывала о отце, который был агрессивен. И его нападки вызывали у детей паралич. Представляете, вот три года, и вдруг у вас сумасшедший отец совершенно, который орет, агрессирует, и ребенок не понимает, почему он это делает, но он это чувствует. Ой, ну меня очень интересен. Ну, кстати, вот он закончил жизнь самоубийством. Так, когда? Сколько было маме лет? Ой, я не скажу вообще, не знаю даты. Но он... До вашего рождения? Кстати, да, вот даже число у нас совпало, тринадцатое. С чем? Ну, мое рождение и его смерть. Ну, он умер... Его парализовало до этого, а потом он уже как, ну, сам на себя руки на лзу, потому что, ну, как-то так, что он, ну, типа, не дееспособен. Да. А сколько это был я? Вы уже появились на свете? До моего рождения. До вашего рождения. Ага, все, понятно, почему-то колбасит. Итак, давайте с этим поработаем. Я мама Лена. Я мама Лена. Угу. Мне один день. Я в животе у своей мамы. Как себя там чувствую? На данном, это меня трясет. Трясет. Вот эта тряска, она сильнее становится там или слабее? В этом возрасте. Ну, вообще, по жизни меня всегда трясет. Ну, в плане вот таких вот каких-то... Я понял. Я Лену не один день оживатил свою маму, и мама не знает, что она беременна. Как-то мужчина. Легкая такая дрожь, но спокойно прям. Спокойно, да. В этот момент ко мне приходит Бог и говорит. Дорогая Лена, в твоей жизни получится так, что твоя мама скоро узнает, что у тебя беременна, и ты начнешь чувствовать, что испытывает твоя мама при общении с отцом-тираном. С агрессивным человеком, который будет регулярно напиваться, и устраивать дома скандалы, агрессируя, матерясь, проявляя мощную агрессию словесную, от которой ты будешь очень сильно пугаться. И даже если в твоей жизни в будущем произойдет так, что отец твой 13-го числа закончит жизнь самоубийством, а предварительно его парализует, то все эти события к любви, к радости и к счастью, это к тому, чтобы ты любила своего отца, безусловно, получала бы наслаждение от этой безусловной любви, это к тому, чтобы ты себя любила, безусловно, и чувствовала бы себя в будущем самодостаточной, уверенной в себе женщиной. Это для того, чтобы твои дети, которые у тебя родятся, также открыли себе дар безусловной любви к самим себе и получали бы удовольствие от своей личной и семейной жизни, живя на уровне безусловной любви и наслаждаясь каждым мигом просто так, без всяких условий. Как ощущения? Ну, во-первых, мне холодно и потрясывает все равно. Потрясывает все равно. Итак, я Лену, мне 5 лет. Как ощущения? Я маму Лену, мне 5 лет. Мой отец орет. Как себя чувствует? Трясет. Так, как трясет? Ну, не так сильно, но все равно. Может, это уже мое больше, я не знаю. Окей. Сколько процентов от тряски, которая была с изначально сейчас осталась? Ну, 60. 60. Еще раз этим поработаю. Я Лену не один день обживотел с ума. В этот момент, когда мне приходит Бог и говорит, дорогая Лена, если в твоей жизни получится так, что твой отец будет прогрессором, человеком, который будет постоянно орать и проявлять огречивание, особенно когда она пьется, то это к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты чувствовал, что Бог в твоем сердце. Каждый миг твоей жизни тебя всегда защищает. Это к тому, чтобы ты испытывал удовольствие от своей жизни и ждал на уровне безусловно любви. Как щебе. Ну, из процентов осталось. 10%? Процентов 10, да. Но он уже спокойно, то есть намного спокойнее. Так, я Лену не прикрепил. Я Лену не прикрепил. Мой папа Рёд матерится. Ну, тут такое остаточное, но хорошо. Мой отец, я чуть вырастаю, его парализует, и он заканчивает жизнь самоубийством. Как я чувствую? Ну, Чем больше сижу, тем спокойнее становится. Тем спокойнее становится. Возвращаемся в настоящий момент. В свое тело возвращаемся. Появляем. Опять начинает. Да, как происходит. Ну, вот если так сосредотачивать, то нормально, не трясет. То, что можно потряхивать еще, это нормально, потому что он был шел, то есть дело от мамы, он и все равно был. Он очень мощный. То есть, он транс раннего детства, который диспатично себя ведет и вгоняет транс в свое медвукатное поведение маленьких детей. Это очень серьезная боль. А потом, если он еще и самоубийство заканчивается. Итак, как я чувствую себя сейчас замужем? Ну, замужем я себя всегда хорошо чувствовала. Да. Как я чувствую себя? Вот это сердечной любви пока не... Что? Ну, сердечной любви вот... Сейчас хотя бы улыбнуться хочется. такого чувства, конечно, сердечной любви нету. Что есть? М? Вас плохо слышно. Что есть, говорю. А, что есть? Ну, есть... Ну, в принципе, я это и чувствовала, но как-то сейчас улыбаться хочется. Радость, благодарность. Да. Вот. Теперь я вам пару слов даже скажу. Ну, смотрите, просто ввиду того, что была вот такая травмирующая ситуация, она проявилась в вашей жизни тем, что вам свихнул в голову, да, вот этот страх и ужас, который испытывал ваша мать, будущая ребенка. Он у вас манифестировался, когда вы увидели себя. Потому что это было связано с ощущением вот близкими родными. Просто это привело... Артем, подойдет, вас очень я не знаю, прям очень плохо слышно. Странно, я вас слышу прекрасно. Сейчас нормально слышно? Как, знаете, вы прерываетесь. Прерывается? Ну, может быть, радиомикрофон уже дурит. Сейчас я включу запросы, комментарии. Хорошо. Да. Ну, и это мешало скрыться безусловно. любви, когда ты можешь любить, и не скрыть при этом никакой боли. Понимаете? То есть, нужно было эту травму переключить, чтобы вы могли проявлять чувство безусловной любви и получать от этого огромное удовольствие. Понятно? И чтобы это ощущение не было ассоциировано с негативом. Понятно? Как себя чувствуете? Хорошо. И еще хотелось бы я один запрос. не знаю, может, сейчас, конечно, это все пройдет, но на фоне этого, конечно, также страдает и интимная жизнь. Да. У меня вот, кстати, вот с этим первым молодым человеком все было хорошо. То есть, я говорю, чувства были и вообще высшие, ну, скажем так, то есть, очень чувствительная такая была. А здесь, как бы, ее нету, и я постоянно, опять же, возвращаюсь, как будто в те отношения, и у меня такое, вот там же было, а тут нет, значит, ну, вот так. Конечно, предприсуем. Значит, это неправильно. Ну, залипания на старом были, и поскольку у вас опыт ощущения именно любви, он еще пока не столь богатый, как у которой может быть, да? И многие люди, которые не прошли стадию формирования эрозико-палатонического чувства, им кажется, что вот то, что было первый раз, это самое ценное, самое важное, поскольку оно было ярким и запоминающимся. Понятно, да? но на самом деле это все как бы этап становления, который вы не завершили. И наша задача была, чтобы вы с этого якоря, с вот этого залипания, с этого болезненного залипания, просто, ну, как бы, снялись и пошли бы дальше. Поэтому вам нужно время, чтобы состояние наполненности любви и предпосылки для ее создания у вас вошли. Часто приходят ко мне клиенты, у которых вдруг чувство любви пропало или, может быть, как им кажется, не было соизначально. И я очень часто вижу, что на самом деле нужно время, чтобы это состояние выросло, да, чтобы любовь появилась, когда внутренний возраст человека дозреет, дотянется до того уровня, которому он должен на самом деле соответствовать. То есть вы как бы в эсфантильности своей, ну, назову вечным языком, подзастряли, но вы в этом не виноваты, то просто так сложились обстоятельства, повлиявшие на созревание вас внутри как личности. Поэтому надо себе где-то годик-два дать, и я уверен, что глубина именно любви, связанная с духовным переживанием, она начнет открываться в вашем сердце. Вернее, даже я в этом не сомневаюсь. Просто время нужно, чтобы вот эти подростковые все моменты и неуверенность себя окончательно у вас покинули, и тогда вы вдруг начнете чувствовать глубину там, где вы ее не видели. Да, спасибо большое. И судя по вашим глазам, да, и состояниям, которое после работы установилось, это видно, это так и будет. Поэтому моя вам рекомендация, никуда бежать из отношений не нужно, наслаждайтесь тем, что есть, и, собственно, дайте себе возможность открыться этому миру и тогда своему сердцу. Она у вас выведет на совершенно другой уровень. рекомендую первую медитацию с первого диска работать, то есть медитацию прощения, чтобы обид никому не накапливался, и второе, божественный свет, чтобы вы чувствовали любовь просто так. Божественный свет делала, вообще не могу наполниться этим светом. Потому что была травма, мы убрали, у вас очень мощный блок был, то есть отец агрессор или дедушка ваш агрессор это то, что сильно оторвало психику, поэтому люди просто так в психиатрическую больницу не попадают. За этим всегда есть какая-то очень мощная боль, причем не ваша. И когда она у вас вырывается, вы не можете себя контролировать, к крыше едет. Слава Богу, это уже давно-давно в прошлом. Слава Богу, да, поэтому давайте будем думать о том, что надо идти дальше, становиться более зрелой личностью, и тогда никаких ситуаций больше в вашу негативных вашу душу не полезут. И вам не потребуется никаких госпитализаций и так далее. Я очень много этих историй насмотрелся, когда работал в женском отделении. Мне за годы практики удалось и там, и там, в взрослом, мужском, и в женском отработать. И было видно, что процентов 30 людей вообще не должны там лежать. Надо было просто с ними грамотно поговорить и поработать с помощью психотерапии. А в больницах не всегда есть такая возможность. Мне госпитализации не было. Вот один раз было, но я начала. Вот, кстати, после этого я нашла и Бога, ну, что Он нас любит, узнала. И очень много прощений у меня было, то есть я нашла сама там писать письма и все-все-все. То есть, ну, это мне, конечно, дало обалдеть, какие результаты, ну, свои. Все во благо, это точно. Прекрасно. То есть, вот по ощущениям, у вас вот состояние, оно начнет разворачиваться, ну, просто где-то годик-два надо подождать. Спасибо вам. Все, удачи, Даша. Счастливого. Счастливого. Друзья, ответить. Так, схожие ситуации, так, 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 можно сегодня попасть, уже нет, уже нет, мне просто надо идти дальше, там меня ждут люди. Так, вообще ругается бесконтрольно, очень больно. Ну, как есть, так можно бороться с паническими атаками. Посмотрите записи моих прямых эфиров, и стрим этот мир вместе, на моем канале YouTube про панические атаки очень многих героев у нас были, и вы увидите, как я работаю, и присоединившись к этим героям, у вас у самих запустится исцеление. Почему ребенок, приходя в рот, получает всю цепочку породов? Потому что так работает система. И когда человеку дается какой-то урок, какой-то, может быть, и негатив, но он с ним разбирается, он приобретает опыт, и тогда система перестраивается на другой уровень. Даже маму ледзову благодарю. Так, время ночь, пора спать. Ну, кому-то спать, а кому-то работать. Когда следующий эфир? Следующий эфир в клубе будет в следующий понедельник. Эфир в моем основном аккаунте будет также в среду, поэтому в 21.00, если у меня там форс-мажоров никаких не будет, я тогда буду рад вам послужить, рад буду поработать с героями. Ну, видите, удается одного, двух, трех максимум человек отработать за один эфир, поэтому, ну, то, что есть. Всем доброй ночи, до новых встреч, хорошей продуктивной недели. У кого-то она абсолютно не рабочая, но у нас жизнь все равно кипит, и в клинике, и в моей частной практике. Поэтому пока-пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok